Первое транспортное кольцо, оно появится вокруг Красноярска, разгрузит город. Сегодня чиновники пообещали, что это произойдет в 2015 году. Сейчас началось строительство путепровода от авиаторов до Северного шоссе. Когда красноярцы смогут свободно ездить по автомагистралям, минуя центр? Сюжете далее. Строители устанавливают опоры для нового путепровода. Он будет участком городской автомагистрали. Восемь полос непрерывного движения с правобережья по Октябрьскому мосту на Северное шоссе и выезд на трассу М53. Выход Северное шоссе тоже реконструируется. Вы видите, что можно будет въехать только в сторону аэропорта, но в сторону солнечно. На возведение путепровода потратят более миллиарда рублей. Строительство обещают завершить к 2014 году. Это будет лишь часть первого транспортного кольца Красноярска. Главными объектами станут 4-й мост и двухуровневые развязки на авиаторов и Брянской. Благодаря транспортному кольцу водители свободно смогут проехать из одной части города в другую, минуя центр. Он освободит Красноярск от вынужденного транзита. Для этого отремонтирует улицы Тотмина, Высотную, построит еще один путепровод на станции Бугач и реконструирует Свердловскую. В итоге к 2015 году вокруг города сложится единый транспортный каркас, перемещаться по которому смогут автолюбители и пассажиры маршруток. Строительство первого транспортного кольца с двумя малыми должно обеспечить комфортное и быстрое передвижение автолюбителей, снизить экологическую нагрузку на центр города. Мы с вами сегодня видим, каждое лето все-таки смог уже присутствует. Новый проект транспортного кольца даст большую перспективу для развития города. Посмотреть на модель красноярцы могут уже сейчас на сайте автомобильных дорог края. В конце этого года начнется строительство и двухуровневой развязки от Второй Брянской до Калинина. Оно завершится к 2015 году. К этому времени краевые власти надеются, что движение в Красноярске полностью оптимизируется и горожане забудут о бесконечных пробках на дорогах. Екатерина Павленко, Григорий Зимин, Вести Красноярск.